Лето в разгаре и солнечные дни барнаульцы массово отдыхают на пляжах. Некоторые часами находятся под прямыми лучами, что чревато последствиями. Мы поинтересовались у барнаульцев, используют ли они какие-то меры защиты от солнца. Мне нравится темный цвет, когда он такой ровненький, красивый. Хорошо липнет ко мне загар. У меня сама по себе кожа смуглая. И мне на солнышке хорошо. Даже крем не нужен. Люблю солнце. Просто люблю солнце. Ну а не считаете, что это вредно как-то? Не капельки. А почему? Не знаю. Настроение поднимается, значит полезно. Я люблю загар как шоколадный, вот такой цветом, чтобы быть как шоколадный. Ну аж переусердствами мажуты можно получить, если сильно переусердствовать с загаром. Загар безопасен лишь в небольших дозах, подчеркивают специалисты. Так восполняется витамин D, который помогает в лечении разных недугов. И вырабатывается мелатонин – гормон крайне важный для душевной гармонии. Для нас, для врачей, как для специалистов, психиатров, психотерапевтов, конечно, мы понимаем, что солнечный свет, солнечные лучи – это своего рода антидепрессант. У нас в организме вырабатывается серотонин, а он нужен для счастья, для удовлетворения, для хороших эмоций. Но если солнечными ваннами переборщить, возможно, неприятные последствия. Пожалуй, самые легкие из них – покраснения. Самые опасные – развитие меланомы, рака кожи. Нутрофиолетовые лучи, они приводят к образованию свободных радикалов, что в дальнейшем ведет к повреждению ДНК клетки, к различным мутациям. Также, помимо этого, могут запускаться какие-то другие заболевания, аутоиммунные. За последние 10 лет заболеваемость меланомой, утверждают эксперты, в крае выросла на 70%. И несмотря на то, что онкологи добились понижения смертности от данного вида рака, специалисты призывают излишне солнце не любить. И если очень хочется стать загорелым, то лучше соблюдать одно правило – ловить кучи ранним утром до 10 часов, либо уже после 16 часов. Обязательно, прежде чем выйти на улицу, можно посмотреть ультрафиолетовый индекс. Если он 3 и более, тогда необходимо использовать солнцезащитные средства. Как мы защищаемся? Это, конечно, головные уборы, бананки, кепки и так далее. Успользовать солнцезащитные средства. Про них очень много говорят различные крема, лосьоны, фрелиды и так далее, которые имеют солнцезащитные факторы. Загар – это красивая роскошь, которая летом доступна всем. Но стоит помнить – все хорошо в меру. Думая о красоте, не забывайте о здоровье. Загорать тоже нужно с умом. Кристина Матвеева, Ольга Иванова, Владислав Ковалев. День с толком.